Субтитры подогнал «Симон» 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 Данный тренд предсказан многими компаниями, которые развиваются предсказаниями технического фото прогресса. Они говорят о том, что с 2014 года, как здесь одна из компаний говорит, мировое количество таких устройств, которые в IT завязаны, в такой прогрессии к этому придет. И с течением времени, с течением развития нашей коммуникации в МТС мы наблюдали следующую картину. Мы наблюдали, что вначале это была просто передача данных, потом сказали, о, это МТС, эти проекты все называются МТС. У нас были средствующие услуги, а сейчас это принято называть, в нашей терминологии, селлером интернет-австрибусом, то есть это сотовые интернет-вещи. Я вам подробно об этом расскажу, я расскажу вам в моей презентации о том, что у нас было, кратенько, чем мы сейчас занимаемся, как это выглядит сейчас, что мы предлагаем, в чем работаем и над чем мы работаем, чтобы сделать какие-то новые технологии в этом направлении работы. Значит, кратенько расскажу. Как это мы встретим? Как только оператор появился, сразу же поступило множество заявок, необходимо данные счетчика снимать, показания телеметрии энергетических систем. Выглядело это вот так. Два модема, совершался CSD звонок, то есть один модем звонил второму, как один абонент звонил другому, устанавливал не голосовое соединение, а соединение передачи данных, оно было серийное. То есть это был сериал 9600, все, наверное, знают, что это такое, и считывали. То есть и все, уже хорошо. То есть не нужно делать свою радио подсистему, можно на базе провайдера просто, где провайдер покрывает, везде так делать. И так делали. В любом месте эта технология была очень востребована, использовалась в банкоматах, использовалась во всяких, во любых типах телеметрии и в других проектах. Просто передачи данных внутри компротивных сетей. Негативные вещи такие, что это one-to-one, это надо звонить каждый раз, то есть всех не обзвонишь, сроки обзгона, то есть постоянно ваден, обзвон и так далее. То есть эта технология прошла и сменилась вот на кое, в которой мы сейчас являемся. Пришла технология GPRS, то есть это подключение непосредственно в некое облако IP каждое устройство, опрашивать можно всех одновременно. Скорости стали выше, скорости с ростом технологий меняются тоже в такой прогрессии. То есть 2G это был GPRS, потом былся Edge, потом былся UMTS 3G, потом былся HSDPA, HSUPE и так далее. И LTE это скорость составляющая десятки мегабит. То есть все эти технологии в качестве доступа, мы это все видели, что заказчик постоянно требует одно, второе, третье и переделает свою систему. Как мы это сейчас делаем? Значит, мы подключаемся к карты, мы делаем из них глобальную или частную сеть. Почему глобальную? У некоторых операторов телематики сервера всеоблачная и находятся где-то через интернет, поэтому мы объединяем их в интернет. Можем сделать их не частыми. Закрыть их вообще из интернета, вырезать, засунуть их в один VPN. Можем проложить туннель и соединиться с их облаком и сделать таким образом защищенное подключение. Но это IP данные сейчас, в большинстве своем это не серийные данные вообще, а IP данные. Все пришло в IP, все стало, везде образовался клауд, везде есть какие-то свои серверные, везде какие-то приложения, которые параллельно все опрашивают. И мы имеем сейчас возможности, работаем по схеме, когда не только IoT-провайдер, это компания, которая, например, продала какому-то технопронику из реального сектора свое решение и поставила у нее там сервер. Мы работаем сейчас по схеме, когда мы какое ПО размещаем на себя в планах. Что это нам дает? Всегда есть проблемы с соединениями, какие-то проблемы сложности стоимости аренды. Мы стараемся все это дело сокращать, оптимизировать и предлагаем арендовать этот компьютинг-спейс для того, чтобы это развернуть. В дальнейшем, надеемся, оберуть это в серии разных API, которые весьма полезны, об этом я вам чуть дальше расскажу. Ну, то есть IoT-eplication, то есть приложение, которое необходимо, например, для контроля транспорта, где зарисована машина, мы продаем симку, оставляем какое-то свое устройство, и это приложение сервер можно взять как у себя, так и просто организовывать соединение с оператором данного телематического устройства. Семейство услуг нашей компании называется Интернез Телематика, можно найти ее на сайте. Количество соединений в последнее время похожих всяких устройств одновременно, которые висят, у нас уже, не знаю, давно приводилось за сотни тысяч. То есть это такая активность, которая наваливается на нас как комп. То есть вы не видели, наверное, никогда игламу компании FDS, покупайте там Телематика, у нас это есть. То есть спрос на эту технологию постоянно растет. Постоянно просто этот хлам, он растает. Для этого используются любые модули, 2G, 3G, 4G используются, как я вам хотел сказать, используются технологифицированные решения, используется, значит, любое решение у заказчика. Значит, как это выглядит, где это есть, пожалуйста. Есть ряд проектов, многие из вас знают, что это такое, как оно сделано, используются известные чипы. Вначале были чипы VARGE, работающие в технологиях, работающих технологиях и в диапазонах VARGE, 900 МГц, 3800 МГц. Потом появились чипы, используются кому необходимо, кому необходимо для их задач. Используются чипы 3G, которые рассчитывали на передачу, использующую технологию ЧСЮБИ, например. Те, которые работают в основном на прием, там, или передача негативной роли, все стараются подешевле. Поэтому здесь семейство, вот я считал, здесь есть CIM 900, да, при моду. Получается, когда я дуюсь, в Лос-ВИБИ тоже, наверное, разрабатывают на этом чипы CIM, как в разных версиях. Первый был CIM 300 и так далее. Также подключился к WPT в последнее время, использовав разных, совершил различных схем. То есть, что мы подключаем сейчас? Пост-терминалы везде. Это все наши клиенты. Банкоматы, наши клиенты давно. Охранная система. Табло, пенсифранция и прочее, прочее, прочее. Их просто много. Есть различные мобильные объекты, трекинги, всевозможные. Просто бесчисленное количество. И все они используют наборы технологий с точки зрения радиодоступа. И схему предыдущих знаний. Хочу немножко вам рассказать о том, какие стоят задачи в данном направлении перед разработчиком и перед компанией. Какие сложности, что мешает развиваться технологии дальше, проникать в гайма. Значит, первое и основное, я хотел бы рассказать. Есть определенные технологические особенности. Например, все могут жаловаться на покрытие. Я всегда спрашиваю. Эператор, скажи, пожалуйста. Тебя нет в этом объекте. Я поставил туда свое устройство. Тебя там нет. Хотя ты там должен быть. Тебя нет в подвале. Я хочу поставить эту систему в подвале. Она у меня охраняет. Она должна быстро сбросить аларм. Она должна быть real-time, пожалуйста. Сделай мне, пожалуйста, все это там. Поэтому это проблема для этого. Потому что сделать глубоко не всегда получается. Потому что это необходимо включать какой-то дополнительный диапазон. Включить более проникающий диапазон. Есть ограничения технологические. Самой технология. Два же, три же. Которые не позволяют в подвал попасть никогда. Включить дополнительные емкости. Поставить дополнительные сектора. Это не оправдывается. Зачастую это вообще никак не оправдывается. Потому что стоит это все несоизмеримо больше. Эти чипы стоят очень мало. Их не так много в одном секторе. А его необходимо поставить и так далее. То есть это проблема. Какие еще есть вопросы, за счет технологических, которые являются не челленджем, что ли, а проблемой, которую мы видим? Те, кто разрабатывает решения, зачастую, например, не знают или не интересуются, или не до конца владеют предметом, какие есть у оператора диапазоны. Какие точные номиналы частот. Соответственно, какие антенны он должен использовать. У нас люди покупают антенны с каких-то китайских оптовых вещей. Они выглядят отлично. На них написано там 200 или 900. И они считают, что это норма. И из-за проблемы то, что они не соответствуют параметрам, зачастую, и не соответствуют этим каналам, а это очень длительная информация, они получают о том, что опять начинаются проблемы с покрытием. Покрытия нет, опять проблемы с коммуникацией, которую они не могут сами решить. А заменить антенну, заменить целую систему, это будет стоить на счет города. Потому что нужно... Мы уже поставили, например, 20 тысяч устройств, и почему-то эти 20 тысяч устройств, например, в каких-то определенных зонах, они в них отваливаются очень регулярно. Ваш заказчик недоволен. Он видит объекты и не видит устройства. Значит, дальше. Чипы, о которых я рассказывал, связанные прямо с технологией используются, они, в принципе, имеют такую довольно-таки существенную стоимость. Особенно если вы хотите сделать что-то на каком-то... Ну и ЛТЕ, например. Вы хотите видеопоток пропускать? Или вы хотите большой объем данных получать? Откуда он берется? Видео, что-то еще, звуковые какие-то вещи? Это чип такой будет сразу стоить, со старта стоит сразу в разы больше. То есть я имею в виду ЛТЕ, люди стараются там не использовать. А 3G тоже под вопросом. Если поставить эту систему, состоящую там из 50 тысяч проезд, и это будет 3G-чип, стоимость решения существенно возрастает, потому что сам чип такой десятки долларов. Еще один момент, который есть, связанный с технологическими ограничениями, это елка сети, которая опять-таки финит. Так в чем-то проявляется. Например, есть некое у нас типы заказчиков, которые используют очень много типов, которые размещены в определенном секторе. По той или иной причине. Например, транспорт. Он собрался весь в месте, он стоит, находится. Они там сделали общий опрос, в одно и то же время, без всяких балансировщиков, нагрузки, без всего, они просто без расписания все это делали. Случилось, сектор упал, у них авария. И число их там, это сотни обычно. Когда сотни начинают вновременно что-то работать, уже какие-то вопросы у них появляются. То есть операторы в данных технологиях не готовы. Потому что плохие, потому что технологии. Ну а еще есть один момент, особенный, это автономное питание, которое всегда является проблемой. Особенно для внешних систем. Вы контролируете какой-то, не знаю, газ, воду. Хотите снимать это показания, объект ваш удаленный, ты уехал. Он не дома, у него нельзя включить 220. А если он выключится, тогда можно услышать, что-то произошло. Нельзя заменять батарейку в час. Грана драйвера. Поэтому основное питание – это отдельный вопрос. Сейчас чипы требуют, чтобы батареют. Если вы захотите, вы его хотите, он должен быть большим, массивным, чип мощный, передает постоянный телефон. Ну а операционные проблемы – это вещи понятные. На что жалуют обычно наши заказчики? Говорят, недоступное устройство, помогите найти. Это запрос, не знаю, 90% всех заявок – это не знаю, где он. Поэтому мы рекомендуем всем пользуйтесь по полайву. Делайте какие-то решения, которые восстанавливают сами коммуникацию, делайте их автономными, чтобы они сами искали сеть, сами в нее хотели попасть. Если они что-то не видел, чтобы они респектовали себя, попитали в том числе. Есть вопросы, связанные с этим. Уновилась ООО, пришла другая тарификация, объем стал большим. устройство стало использовать другие протоколы. Люди хотят быть информированными о контроле тарификации, хотят иметь понимание, что происходит. Это вопрос номер два всегда. Ну и, соответственно, когда устройств чертовски много, не у каждого есть из разработчиков, не у каждого есть система, которая внятная, которая скажет, в которой есть возможность обновить POR ваше устройство, или осуществлять контроль жизненного цифра. Например, если вы видите, что датчик необходимо менять раз в какое-то время, приезжать, или устройство не будет работать через какое-то время, вы должны понимать, сколько ему лет, кто его хозяин, то есть какой инвентарь из разработки. Обычно этого нет. Хранично нет. Уже прощения. Значит, соответственно, с этими задачами, которые возникают, технология мобильных сетей, вы можете увидеть на картинке, 2G, 3G, 4G, 5G, все это дело развивается такими большими темпами по скоростям, но отдельная серия устройств, часть задач, с которой появилась в будущем слайде, она, в принципе, еще не создана, ну как не создана, не была создана, а сейчас разработана, создана, и мы активно над этим работаем. Это устройство, так называемое, TLP, WAN, то есть это Low Power, Wide Area Network. Что это такое? Это технологии, отдельно стоящие, все. Эта технологии и технологии могут быть и провайдерские, связанные с мобильным оператором, и не провайдерские, не связанные с мобильным оператором. Но они, их расчет на что? На очень дешевый, на очень дешевый модуль, на очень далекое расстояние распространения, на очень маленькие данные, на стоимость своего чипа, в пределах 5 долларов, заявляют разработчики. Конечно же, в начале, цены не будут, но в конечном итоге, ценник должен быть на порядок меньше, чем любой отложительной женщины, потому что вам нет необходимости, никому нет необходимости использовать футбойную технологию, которая сделана для мультимедиа, для доступа смартфона в интернет, например, использовать ее для того, чтобы заниматься телематикой, которой нет никаких проблем. Поэтому, то, куда эта технология пошла, именно мобильная, можете увидеть это, показано, это LPB. и одну из таких технологий, мы сейчас прорабатываем, планируем ее тестировать. Значит, это технологии, которые сейчас двигают вот этот пункт, технологии, которые смотрят в сторону уменьшения, увеличения проникновения, уменьшения скоростей, и упрощения чипа. Вы можете здесь их увидеть. Три штуки целых. Это все мобильные технологии, это технологии, связанные с оператором, они зажигаются на базовых станциях оператора, это операторские технологии. Первая из них называется EMTC, или LTE, по-рубому. Это технология, которая сделана, грубо говоря, это урезанный, можете считать его, урезанный по сигнализации и по полосе LTE. То есть, это LTE, у которого просто очень узкая полоса, куча ограничений по модуляции, по всему, очень длительные циклы, когда устройство проверяет, она в сети или не в сети, когда она слушает сеть, когда она включает все питание, соответственно, это, знаете, урезанный LTE, для того, чтобы можно было пользоваться, например, вплоть до мегабита передаваемой информации. Две другие технологии, которые, вот, вы видите в середине, называются NB-IoT и PC-GSM-IoT. Эти две технологии, это именно технологии совершенно, LPN, совершенно такие, родные, то есть, они позволяют, посмотрите внимательно, они работают в узкой полосе 80 кГц в модуляции, позволяют передавать сигнал на скоростях на 250 кВт, всего. То есть, это такой, какой, GPRS, что ли, по скоростям. Но, эти технологии, вот, эти технологии, они, значит, позволяют сделать этот чип автономным, лет на десять. То есть, они позволяют вставить его в батарейку, спрятать его в каком-то устройстве и забыть на десять лет. И оно будет работать все десять лет по какому-то, по какому-то своему алгоритму. И вот, этой батарейки гарантированно хватит на то, чтобы передать данные вам с такими скоростями и, естественно, при определенной модели разговора и устройства. Технология справа, это технология для тех, кто хочет использовать существующие GSM, в полосе GSM, запустить тоже технологию, связанную с IoT. То есть, это тоже модернизированный, модифицированный GSM, созданный только для узкой, значит, созданный с узкой полосой. Значит, отличительные особенности данной технологии, вот всех троих, особенно тех, кто 9-2 справа, NB, IoT и ECGSM, они обеспечивают покрытие, которое на 20 дБ больше, чем покрытие, например, по жек-пюджет, которое у нас сейчас есть. Что это означает? Это означает, что в подвале будет приниматься стабильно. В подвале, дома, счетчики воды, например, домаков оппонентов, пользователи будут работать спокойно в течение 10 лет. То есть, до них добьем, что называется. Это было изменение именно радиочасти. Значит, и того, подытожим. Значит, это должен быть дешевый чип, до 5 долларов. Сейчас, я не думаю, что это будет стоить таких денег, допустим, дороже. Когда в мейнстримов станет такая технология, это будет только 10 долларов, потому что она сделана специально проще. Там урезана вся сигнализация, урезаны какие-то большие модуляции, урезаны, сложность, сложность самочек сокращается. 10 лет автономной жизни батарейки от маленьких. Можно поставить больше. 20 дБ улучшения покрытия. означает, что устройство может быть маленьким, может находиться глубоко, если там 10 лет. Особенно, часть технологии посвящена тому, что 100 тысяч устройств на сот, это очень много. То есть, в одной из сот, на сот, там может 100 тысяч устройств где-то там, в течение, не знаю, до 15 километров, можно контролировать, и это будет нормально. Ну, а также, что для нас полезно, что оборудование оператора, то, что надежность очень высока, потому что вся эта сеть технологии в каждом секторе, только дублируют, перекрывают, поэтому это контролируют. И, оно безопасно, поддержка трубы. Это означает, что устройство может уехать, переехать, быть в сети. А у оператора это. Устройство использует шифрованный радиоканал, его можно полностью использовать какие-то передачи данных, чтобы вы не беспокоились, что вы куда-то ответили. Что касается полос частот, где это может использоваться, технология NBMT, которую я, например, выделился не всех, потому что она является наиболее продвинутой для таких типов устройств, это narrowband IoT, узкополосный электронных вещей. Она запускается как отдельно стоящей, так и в пачке спектров существующих операторов. Вы хотите, освободили канал в GSM, запустили ее в GSM, освободили канал в UTS, то же самое. Любой диапазон, который вам интересен. Это удобно, потому что оператор есть частотный ресурс, он может пожертвовать одним каналом и запустить данную технологию. Применение, которое я здесь перечислил, это реальное применение, это не какое-то будущее, это то, что я набрал из существующих операций, которые есть в мире. Это для технологии IoT. Это учет воды, газа, электроэнергии, потому что все эти счетчики они не совместимы с электричеством. Каким образом? Их очень сложно запитать. Учет подназначен. Парковка. Это имеется в виду умная парковка, при которой там известное количество. Парковка сама сообщает, сколько на ней места. Это все находит в приложении, находится в неком пауде, и человек может пользоваться такой услугой и платить за это. То есть он будет знать, где на парковках, в общем, городе есть места. Он будет сразу это видеть, сразу знать, куда по нее поехать, где она, где ближайшая парковка, где есть места. Например, личное освещение, включение, подключение контролей. Рейкинг домашних животных. Это перманентно встроенный вошенник, что-то, которое знает координаты, вам денег показывает, для того, чтобы точно понимать, что происходит. Рейкинг груза в автомобиле. Это дешевый датчик, который просто приклеивается к грузу, и приклеивается к автомобилю, как ярлык, и она путешествует в мире. Сельское хозяйство – отдельный вопрос. Очень много здесь применений. От контроля атмосферы, то есть от контроля атмосферы до контроля именно самого процесса возделывания. То есть, из-за того, что этот датчик маленький, и расстояние, и покрытие, покрытие он может быть очень далеко, их можно поставить, не знаю. Контроль торговых автоматов, счетчики, дополнительные ваги. Германия – это реальный кейс. Встроим в крышку и показываем, сколько нужно. Вот так это выглядит. То есть, те же самые производители, по сути дела. Пептелл уже готов, надеемся на него протестироваться. Вот счетчик воды, вы можете его видеть. Это полосковая антенна, она прямо встроена внутрь, и в ней прямо виден чип, видно показатель. Вот так это выглядит. А что касается того, как мы хотим это видеть, мы видим то, что оператор всегда для разработчиков, для реализаторов является на своеобразной другой. То есть, все считают другой. Мы отвечаем за коммуникацию, что мы объединяем субъекты хозяйства, и наше общество. То есть, объединяем людей, объединяем автоматику всю. Но мы в этой части также будем являться в новых технологиях, обязываниях, являться также еще и людьми, которые зарабатывают также и на платформах. Здесь, можете брать это посмотреть на это, как мы это видим. Мы видим то следующее, что вся там машинерия огромная, все эти чипы, в них есть свои API, в них есть свои, значит, нужны требуются эти контроли, где эти устройства, работают они, не работают, выходят они на связь, не выходят они на связь. Данные из них прочитаны, не прочитаны, есть какая-то проблема или нет. То есть, все это оператор в рамках консоторных протоколов делает и размещает это у себя на сети и выдает разработчикам IoT-опрекречного в виде API. Можно контролировать, вы спрашиваете оператора, где, почему, сколько и когда. И так же предлагаем все то же самое, что предлагаем сейчас. Можно эти IT-аппликейшны размещать как у себя, как в интернете, где-то в Cloud, так и у нас в Cloud можно делать. На это можно будет сэкономить и на трансмиссии, и на надежности, потому что у нас есть несколько процентов. Вот. И мы предлагаем и видим свою роль именно в таком виде. Вот, коллеги. Я постарался, в общем-то, кратенько рассказать о том, что мы делаем. Я бы хотел вам сказать о том, что сфотографируйте мои координаты, я вас пригласил бы потестировать данную услугу, когда вы будете ее делать. если вы не заинтересованы по правилам, и если вы хотите использовать существующие 2G, 3G, 4G, любые свои телематические вещи, если вы это делаете, я бы хотел вам предложить сделать это с некой ассистенцией. Мы можем измерить вашу антенну, мы можем посмотреть на ваши технические решения с точки зрения того, что делает только операция. Мы можем вам помочь сделать систему и не повторять чужих ошибок, которые мы в этом мире были в большом мире. Поэтому буду рад любым контактом. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Артем. Друзья, мы продолжим нашу любимую игру «Получи подарок за вопрос». И в этот раз у нас снова хостинг и мышка, поэтому не стесняйтесь, сможете выглядеть и то, и другое. Добрый день. Меня зовут Алексей Жуков, я Артур Рабочий. Представляете, когда в мобильной сети МТС будет доступна ПВ-6 для оппонентов. Спасибо за вопрос. Очень интересно. Вы знаете, для оппонентов IPv6 мы пока не запустили, потому что в этом пока мы не видим ну, как сказать, большой телесообразности, но мы заканчиваем сейчас модернизацию сети, это связано с софтом непосредственно. То есть как только мы софт это заменим, я думаю, что в рамках этого кода мы будем запустить. Смотрите, по поводу IPv6 компания МТС запустила на фиксированной сети. Первая, наверное, в Беларуси это IPv6. Я, по-моему, тоже поступал, и что-то правильно говорил. Мы понимаем, как это делать, мы знаем про это все. Просто в мобильной сети это немножечко отличается от того, как это будет использовать фикси. В мобильной сети это различные типы соединений. Необходимо проапгрейдить все, например. Я думаю, что по многому году мы обсудим это. Если вы хотите протестировать, мы можем с вами это делать. Обсудить мои координаты. Скажите, а в какие сроки LPUB будет идти? В какие сроки будет LPUB? Смотрите, с этим вопросом не хотел бы просто вас водить за нос. Мы хотим его протестировать, хотим увидеть, допустим, в группе. Хотим посмотреть ее сами. Хотим увидеть живые кейсы. Попросили производителей, чтобы они показали, что нужно делать. Мы знаем, что нужно делать с нашей сетью. Мы хотим проанализировать востребованность на рынке. Потому что в эту технологию попасть просто так не получится, как положительный режим. Потому что положительный режим 4G оно у нас есть. Нам ничего для этого делать специально. А NBIT это технология требует специального понимания, где у нас будет работать, какое количество приблизительных устройств. Нужно рассмотреть эти кейсы. Поэтому сейчас я не готов обретить сроки. Но процесс, который сейчас вы стоите, это оценка. Что стоит? Что это будет? Рано или поздно однозначно. А это технология либо какая-то модернизированная версия появится. Просто мы не в стадии запуска, что завтра у нас включается. Но мы активно ее сейчас смотрим. Если вы хотите, может тоже и вас прийти. Артем, здравствуйте. У меня будет два вопроса. Константин меня зовут. Есть множество способов осуществления автономного автоматического вождения различных машин, спокойных машин. Для этого надо передавать данные коррекции по дифференциальной станции. Эти данные имеют небольшой объем, но они должны проходить постоянно с высокой частотой. и есть ли у компании АДС какое-либо решение, которое способно было решить эту проблему? Спасибо. Значит, в настоящий момент мы не делаем того, что вы говорите, но насколько я например слышал, что подобное автономное вождение сейчас его реализовать можно. Технология для этого сейчас вы видели это 5G, в чем это сейчас вообще валится. Когда клауд рассчитывает движение на реакторе каждой машины. Я сейчас говорю именно о канале связи. Если вы хотите выяснить детальные вещи, запишите мои координаты. Буду рад. Мы рассмотрим этот кейс отдельно. Что это за информация, как его нужно организовать, можем или не можем. Я уверен, что я не отвечаю на вопрос, но уверен, что отвечу, когда буду на работе. И второй вопрос. Есть ли у компании такая услуга, как мобильный VPN? Она уже не в тестовом виде, она уже работает. мобильный VPN мы делаем с 2005 года и делаем его в разных видах. Все эти технологии два же, три же, четыре же все используются в качестве транспорта. Мобильный VPN я говорю, можно делать как внутри Беларуси, внутри одного города и так же между разными странами. У них проблем с этим нет. все эти технологии есть. Спасибо. Здравствуйте, я клиент вашей компании и я хотел бы поинтересоваться насчет вашей услуги LTE. до нового года был безлимитный тариф. И после нового года его, получается, убрали. И я бы хотел поинтересоваться, как вы видите полноценное использование технологии 4G без безлимитных тарифов и связано ли это как-то с введением этой услуги в регионах? Знаете, часть вопросов моего общего понимания я не знаю там я дегнар и поэтому ответить за вопросы коммерческие у меня есть предположение почему-то потому что есть некая промо как обычно в любой технологии в любом вам определяют что-то делать промо потом вам предлагают какие-то условия я не думаю что эти вещи связаны по срокам возможно это совпало но я честно говоря не думаю что смотрите тренд 4G 3G они в принципе одинаков т.е. если компания МДС есть безлимитные на 3G появятся и будут они на 4G я вот в это как-то верю потому что верю в то что вообще будущее одно указание займит лично вам это утверждение спасибо спасибо вопрос добрый день зовут Юрий скажите вот сколько для конечного пользователя будет стоить ну как бы одно устройство подключенное где-либо в месяц я понимаю 5 долларов это за железку да окей ну и вот сколько вам притока будет платить в месяц в год знаете тарифная модель вот такой значит технологии я думаю она будет носить какой-то подписной принцип потому что вайты которые передаются в такую часть это конечно очень важная составляющая возможно даже не главная я затрудняюсь коммерческую модель скидку ну вот здесь ну плюс 100 долларов вниз доллар это должно быть дешевле чем ну вайты должно быть дешевле чем то что есть сейчас а что сейчас ну сейчас смотрите есть вот если попадете на этот линк там есть целая серия тарифов по вайту и если у вас вы хотите вложиться в какие-то там мы можем по большим посчитать а там есть целая серия тарифов это какие-то пакеты да касается этой технологии ну я не знаю это будет пакет либо подписка спасибо большое Артем давайте выберем кому же мы дадим подарки да мне понравился еще вопрос предметный вопрос мне очень понравился про автомобиль автомобиль по движению очень было интересно но он меня озадачил я обязательно отвечу на этот вопрос и давайте кто задавал поднимайтесь к нам да к нам ближе вот возвращай спасибо спасибо вам за вопрос большое спасибо 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 и второй подарок сертификат может мы с кому-нибудь подарим нет я бы подарил честно говоря честно говоря это первое моё такое выступление спасибо 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 артем ну и мы 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 вас примируем интересным выступлением все таки мобильные операторы должны быть ближе к народу и ближе рассказывать о том что они делают спасибо вам большое и вручаем вам благодарность за выступление спасибо спасибо можно сказать коллеги я хочу сделать следующее моя личная миссия почему я работаю в МДС она связана с тем что я бы хотел чтобы у белорусов была самой наилучшей коммуникацией чтобы у них не было проблем с любыми коммуникациями я стараюсь сделать это хорошо поэтому запишите мой запишите мой пожалуйста телефон и email если вы хотите что-то разработать и вам нужна помощь операторам чтобы оператор подсказал как это выглядит как у других можете смело спросить я буду рад вам помочь спасибо артем давайте поблагодарим